Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Центральный военный округ проводит полномасштабные учения. На марш-броске, мотострелке, танкисты и артиллеристы. Новое место для прогулок. В порядок приводит улицу Ташкентская. Самара готовится к новому учебному году. Глава города проверил, как идет строительство трех школ. Они захватили мир. Новой популярной игрушкой этого лета спиннерами заинтересовался Роспотребнадзор. Угнать за 8 минут. Почтальон ворует велосипеды из подъездов. Масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа проходит в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях. Это первый раз в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Учения продлятся неделю. В них участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих и более 3000 единиц техники. Личный состав уже отработал все мероприятия по приведению высшей степени боевой готовности и сегодня совершает многокилометровые марши в назначенные районы на разных полигонах, где пройдут учения согласно специфике подразделений. Дом, который не построили для самарских пожарных. Заведено уголовное дело. Фигурант – фирма, выигравшая подряд на строительство жилья для сотрудников МЧС. Здание в районе улиц Дебенко и Печорской по условиям госконтракта должно быть сдано еще три года назад. Сейчас там только огражденный пустырь. Об этом на пресс-конференции заявил начальник МЧС России по Самарской области Олег Бойко. По словам генерала, в декабре функции заказчика объекта перешли к главному управлению. Когда было обнаружено, что стройка даже не начиналась, завели уголовное дело. Ущерб только предстоит подсчитать. На строительство девятиэтажки на 80 квартир компания, которая не справилась со своими обязательствами, перечислили 140 миллионов рублей. «Одна из задач сейчас – вернуть деньги от компании, потому что она может войти в процедуру банкротства. Тем более, зная, что они строили не на нашей территории, и мы предполагаем, что, возможно, была построена какая-то система пирамиды. На одной территории строят, берут деньги, на другой территории достраивают. И такие случаи имелись с другими компаниями. Поэтому мы на сегодняшний момент, главное управление наше, одно из первых добилось того, что результатом претензионной работы стало возбуждение уголовного дела». Подготовку железнодорожников к перевозке пассажиров на чемпионате мира по футболу обсудили губернатор Николай Меркушкин, гендиректор федеральной пассажирской компании Петр Иванов и начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Во время проведения матчей в Самаре планируется перевозить около 10 тысяч пассажиров в день. Уже сейчас прорабатывают график движения дополнительных поездов. Окончательное расписание подготовят к концу декабря, началу января, после проведения официальной жеребьевки группового этапа чемпионата. Николай Меркушкин попросил обязательную честь при составлении графика, что в Самаре решающий третий матч отборочного тура проведет сборная России. Интерес к нему будет колоссальный, заверил глава региона. Любые предложения, которые вы предлагаете, мы готовы поддержать, если они тоже просчитаны. Те последние 2-3 года маршруты, которые новые откатывались, я знаю, что они прижились. И вот эти однотемные поезда. Самар-Пензер, Саратов-Самаров-Францис. И если в планах там будет дальше, мы тоже это будем развивать. Опыт, который у нас был по окопу конфедерации, итоги которого мы подвели буквально в прошлой неделе с транспортной дирекцией 2018, позволяет нам более точно планировать график движения поездов. Мы понимаем те мероприятия, которые должны быть осуществлены, в том числе по промежуточным остановкам. И здесь очень важно взаимодействовать с администрацией с точки зрения правильной и корректной оценки спроса на эти перевозки. Руководитель железнодороги Рашид Сайбаталов добавил, возможно, запустить прямой поезд Самара-Адлер. С двухэтажными вагонами, кроме того, может появиться прямое сообщение с Оренбургом и Саранском. Есть заинтересованность развивать Казанское и Ульяновское направления. Почти километр для прогулок заканчивается реконструкция улицы Ташкентской возле больницы Середавина. В ближайшее время участок станет уютнее. Строители добавили зелени и лавочек. А над улицей Демократической уже установили первый мостовой пролет. Преобразование увидел Андрей Горгуленко. Участок улицы Ташкентской возле областной клинической больницы готов почти полностью. Сейчас подрядчик укладывает последний, третий слой асфальта. И дорога до Московского шоссе станет доступной для всех автолюбителей. Появятся новые знаки и светофоры. Разделяет проезжие части и трамвайную линию новая прогулочная зона. Здесь в ближайшее время озеленят участок елями и живой изгородью. А также добавят лавочки. Закончен он будет уже в ближайшие полторы недели. Вот этот участок до Московского шоссе. Ну, чтобы сюда не возвращаться, уже все силы бросить на улицу Демократическую. В это время к Демократическому уже установили первый пролет путепровода. Всего их будет три. На это уйдет 4000 кубометров бетона и 50 тонн арматуры. Сам путепровод весьма сложен. Ведь на каждую опору приходится 17 бурнобивных свай. За счет этого мост выдержит большие нагрузки. Строители по-особенному относятся к своему творению. Я всегда мостовые соединения с ранней женщиной. Чем красивейся мост, тем красивейся женщина. Так что мы стараемся. Дороги, это ее глазки, ресницы. У нас в России самые красивые женщины. У нас и мосты должны быть красивые дороги, хорошие. Длина путепровода 90 метров, ширина 14. Он станет еще одним мостиком от Московского шоссе до Солнечный. Съезды позволят попасть и на улицу Демократическую. Движение на всем протяжении Ташкентской будет четырехполосным. Завершить реконструкцию улицы вместе со строительством путепровода должны уже в ноябре 2017 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Новый взгляд на район глава города проехал по железнодорожному посмотреть на его состояние. Без внимания не остался ни один уголок. Итоги путешествия глава города подвел на встречи с руководством района и управляющими микрорайонов. На что в первую очередь стоит обратить внимание, узнала Марина Матвейшина. Красный, желтый, голубой железнодорожный район расцвел всеми цветами радуги. В этом году площадь цветников здесь увеличилась в несколько раз. Районные власти и за свой счет украшают улицы, и предприниматели стимулируют. Облагородить территорию перед своими магазинами, парикмахерскими и кафе. Но и трава на газонах и вдоль дорог растет на зависть хорошо. Обращает внимание местных властей глава города. Косить поросль необходимо вовремя и чаще. Во время объезда района Олег Фурсов делает замечания и по поводу фасадов домов. Разномастная реклама создает ощущение хаоса и беспорядка на улицах. Все рекламные щиты и конструкции проходят инвентаризацию. И незаконно установленные постепенно демонтируются, рассказывает глава района. Собственники все понимают и зачастую идут навстречу. Хлеб-завод номер 2 по адресу спортивный 13 проведена личная встреча с директором завода. Архитектор района и дизайнер хлеб-завода совместно готовят эскизные предложения по оформлению объекта. В части покраски размещение вырезок рекламных конструкций соответствующих концепции. Навести порядок необходимый в сфере потребительского рынка. Ликвидировать оставшиеся незаконные киоски и особенно обратить внимание на магазины на первых этажах жилых домов. Выяснить, как числятся эти помещения по документам, как квартира или объект торговли. От этого зависит сумма налогового сбора. Деньги от него идут в районный бюджет. А значит появляется возможность решать нужды района. Большая роль в этой работе отводится членам общественных советов микрорайонов. Именно они должны убеждать собственников частных домов и предпринимателей легализовать свою недвижимость. И вовремя оплачивать все налоги, акцизные сборы, арендные платежи. Итоги объезда Олег Фурсов подводят на совещании в районной администрации с управляющими микрорайонов. По сравнению с прошлым годом ситуация в районе изменилась в лучшую сторону. Это и визуально я обратил на это внимание. И во встречах с жителями такая информация звучала в трех дворах мы были. Поэтому, конечно, это радует. Но, еще раз хочу сказать, темпы недостаточно высоки. И у нас осталось меньше 320 дней до чемпионата мира 2018 года. Времени крайне мало. И, еще раз подчеркну, моя задача – обратить внимание руководства районной небрежности, на неточности, на неаккуратность, на неряшливость, которая присутствует. Вместе с тем многие жители самостоятельно заботятся о порядке в своих дворах. Три особо отличившихся на субботниках двора получают приз – оснащение системой видеонаблюдения. Это сделает территорию более безопасной и обеспечит поддержание порядка. Виктория Шара и Марина Матвейшина, Константин Головин. События. После этого глава города Олег Фурсов проверил, как саморские школы готовятся к новому учебному году. Во многих зданиях проходит ремонт. Есть объекты, где завершается строительство, которое было заморожено десятилетиями. В какой школе появится бассейн, а где откроют новые корпуса, узнала Лариса Шалафаст. Строительство бассейна в 127-й школе началось еще в 2005 году. Но из-за недостаточного финансирования здание так и не было готово. После того, как в прошлом году инициативная группа родителей попросила возобновить строительство, процесс сдвинулся с мертвой точки. Сейчас практически полностью готовы чаши бассейна и наружный водопровод. На завершающем этапе монтаж внутренних сетей, электроснабжения, системы топления и вентиляции. В этом году в бассейне уже начнутся уроки физкультуры. Нужно сказать огромное спасибо губернатору и правительству, потому что они наши необходимые ресурсы для того, чтобы такие деньги выделить. Темпы работы хорошие и качество работы мне устраивает. Есть уверен, что к 20 августа школа будет сдана, и жители и дети Красноголинского района получат нормальное современное оборудованное школьное помещение. Следующая точка лицей авиационного профиля. Здесь проводят капитальный ремонт корпуса начальной школы. По проекту в здании предусмотрен ремонт крыши, усиление фундамента, замена деревянных перекрытий и коммуникаций, а также благоустройство территорий и обустройство спортивной площадки. Порядка тысячи детей у нас обучается в здании напротив трехэтажном. Это, конечно, сильно перегружает его. Мы не успеваем его ремонтировать и даже мыть порой. И те дети, которые перейдут сюда, они освободят, конечно, там места для учащихся 5-11 классов. В Самарском медико-техническом лицее строят новый спортзал. Старый пристрой уже демонтировали. Площадку освобождают от заброшенных металлических гаражей и деревьев. Работают в графике. Завершить строительство пристроя планируют к концу года. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Эта безделушка уже захватила целый мир. Одни называют спиннеры игрушкой. Антистрессом другие зомбо-игрушкой, которой гипнотизируют детей. А еще их сравнивают с четками и эспандерами. В Самаре мнения разделились. Так что же на самом деле несут спиннеры? Пользу или вред? Выяснила Марина Матвеевшина. И все-таки они вертятся. Новомодная игрушка-спиннер невероятно популярна не только среди детей. Взрослые тоже не прочь покрутить в руках эту вещицу. Продавцы и интернетные эксперты в один голос расписывают пользу такой игрушки. У взрослых, мол, снимает стресс, а детям развивают мелкую моторику, корректируют развитие аутистов и формируют навыки концентрации внимания у гиперактивного ребенка. Но научно-доказательной базы о позитивном влиянии спиннера на детей нет, говорят психиатры. Если посмотреть на критерии этих упомянутых психологических, психических расстройств, то, так сказать, вот как раз я бы оспорила лично мнение авторов о том, что эта игрушка способствует развитию, к примеру, внимания, навыков коммуникации, общения, то есть тех как раз проблем, которые есть у детишек, страдающих этими расстройствами. По мнению психиатра, пользы игрушка не приносит, но и вреда тоже не несет. Увлечься спиннером могут дети, у которых уже есть предрасположенность к неврозам. Крутить спиннер для них все равно, что, к примеру, грызть ручку, теребить в руках мелкие предметы. Несчастных случаев, виной которым был бы спиннер, в Самаре не было. Родители, я еще раз говорю, сейчас занимают достаточно активную позицию, они консультируются везде, со специалистами на всех уровнях. Те, которые помогают, еще раз говорю, поставить правильный маршрут для ребенка, для того, чтобы ему было легко в этом обществе. Поэтому вот мое мнение, что, ну, возможно, что-то еще покажет, какую-то другую тенденцию, но сейчас такой вот непосредственной угрозы именно для детей нет. В Роспотребнадзоре проверяют спиннеры по тем же параметрам, что и другие игрушки. Не выносят в отдельную категорию. Исследуем их по параметрам миграции химических веществ, то есть выделения химических веществ. Обращаем внимание на конструкцию игрушки. Все видимые кромки, какие-то крепежные детали, элементы, они должны быть прочными. То есть игрушка не должна при ее применении по назначению терять своих потребительских свойств. Повальные увлечения спиннерами специалисты объясняют просто как модное веяние и прогнозируют, что вскоре оно схлынет так же внезапно, как началось. Марина Матвеевшина, Василий Холодашов, События. Совершил кражу и стал звездой интернета. В сети появилось видео, на котором сам Марец похищает велосипед. Неизвестный вошел в подъезд 87-го дома на улице Георгия Димитрова, а в руках сумка с инструментами. Судя по всему, мужчина готовился к краже заранее и шел с определенной целью, поскольку на похищение ему понадобилось всего 8 минут. А велосипед был на шестом этаже и на замке. Владелец двухколесного, как и его соседи, заявили, что не знают похитителя, но при этом у мужчины был ключ от подъезда. По словам уборщицы, человек очень похож на почтальона, который разносит рекламные буклеты. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Выяснилось, это не первая кража велосипедов в доме. Проводится проверка. Полиция просит откликнуться тех, кто узнал человека на видео. Далее коротко о других событиях дня. С начала сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек. Против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано почти в два раза больше. Для предупреждения заражения в Самарской области ежегодно обрабатывают территории высокого риска. Это парки, скверы, участки леса, прилегающие к населенным пунктам, летние лагеря и турбазы. В Самарской области задержали злоумышленника, организовавшего торговлю нелегальным алкоголем. У 41-летнего мужчины изъяли 150 литров контрафактного коньяка. Сотрудники полиции договорились с недобросовестным торговцем о покупке спиртного. Недалеко от железнодорожной платформы «Ягодная», где была назначена встреча, бойцы ОМОН Росгвардии организовали засаду и задержали торговца сразу же, как он стал выгружать алкоголь. У него обнаружили 300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, объемом 0,5 литра. На емкостях значилась маркировка одного из коньячных заводов. За долг по алиментам в 263 тысячи рублей женщину в Самаре отправили на обязательные работы. Деньги нерадивая мать отказывалась выплачивать на содержание дочери и, по данным приставов, вела моральный образ жизни, не обращая внимания на предупреждение. В итоге на нее составили административный протокол. Суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ. Если женщина и дальше не будет платить алименты, то ей грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. К выходным воздух в Самарской области прогреется до 34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу 28 июля. При этом в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класс. Особое распоряжение продлится до 1 августа в большинстве районов Самарской области. МЧС напоминает о необходимости соблюдать особую осторожность в обращении с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Самарцев приглашают написать про выдающихся жителей региона в Википедии. Регион принимает участие во всероссийском проекте «Виртуальный фронт». Будет написано 10 тысяч статей про героев своего края на популярный информационный ресурс. В Самарской области сейчас идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страна в целом. В команду может войти любой желающий. И тебя сосчитают. Единый реестр граждан появится в России к 2025 году. Работа по его созданию уже ведется символично, что ноу-хау задумано к столетию ЗАГСа. Информационный ресурс будет содержать подробные сведения о каждом жителе Российской Федерации. Прежде всего, это поможет увеличить скорость и улучшить качество предоставления муниципальных и госуслуг. Гражданину уже не придется постоянно предоставлять сведения об изменении тех или иных событий в его жизни сотрудникам ЗАГСа, чтобы получить нужную справку. Вся информация будет находиться в электронном формате и позволит охватить период вплоть до 1926 года. Граждане сейчас очень большое значение придают своему составлению родословному древу. То есть появится возможность найти необходимую запись, которая находится, может быть, в каком-то неизвестном для него месте. И это будет позволительно. И, опять же, это будет только являться таким определенным удобством для гражданина. В ЗАГСе Самарской области в бумажном виде находится 11 миллионов актов гражданского состояния. Все эти сведения в ближайшие 8 лет переведут в электронный вид. Пока обилие бумаг не позволяет ввести и некоторую статистику, к примеру, разводов. Зато известно, что впервые за 5 лет в Самарской области количество браков выросло на 5%. Но сокращается рождаемость. Эта тенденция характерна не только для нашей губернии, но и для всего Приволжского федерального округа, а также Москвы и Питера. В Самаре эта цифра снизилась на 14%. Первенцев рожают реже, зато вторые и третьи дети в современных семьях появляются чаще. В Самаре определили районы, где в ближайшее время будет построено больше всего высоток. Какие это территории, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает. Баррель марки Brent превысил 51 доллар впервые с июня. Валюта продолжает терять в цене. Курс на 28 июля. Доллар 59 рублей 41 копейка, евро 69 рублей 64 копейки. Золото стоит 2398 рублей, серебро 31 рубль 53 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 60 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 25 копеек. Российские банки собираются внедрить идентификацию клиентов по селфи. В нескольких офисах уже установлены банкоматы с технологией распознавания лица. Министерству строительства страны выделили 2 миллиарда рублей из резервного фонда на помощь ипотечникам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. А в Самаре выявили районы, где в ближайшее время будет построено больше всего высоток. В лидерах Октябрьский район, за ним Ленинский и Железнодорожный. На этом все. Удачи в делах. Четыре вида спорта, пять соревновательных дней, больше тысячи участников. В Самаре прошел второй фестиваль по пляжным видам спорта. Отчет о турнире составил Андрей Горгуленко, а также он стал свидетелем первого поражения крыльев Совета в первенстве Футбольной национальной лиги. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Пять дней Самара была центром притяжения любителей и профессионалов пляжных видов спорта. За призовой фонд в полтора миллиона рублей сражались около тысячи спортсменов со всей России. Соревнования проходили по четырем видам – волейбол, теннис, футбол и регби. Больше участников. В этом году в два раза больше. Я на открытии спросил участников по микрофону, вам нравится Самара. Они – да. Поэтому, думаю, в следующем году как минимум в два раза будет участников, не тысячи, а уже две тысячи. Начинали открытый чемпионат Самары по пляжным видам спорта волейболисты и теннисисты. Завершали спортивный праздник турниры по футболу и регби. Зрители не просто могли любоваться баталиями, но и поучаствовать в мастер-классах. Когда ты смотришь, как люди занимаются спортом, у собой возникает желание заняться им. Соревнования проходили по правилам Национальной пляжной лиги. Любители могли играть с профессионалами в одной команде, что делает игры особенно зрелищными и эмоциональными. Наши возможности, наши красивые пляжи, берег реки Волги позволяют проводить такие массовые соревнования. Они с каждым годом будут больше и больше. Тем более мы находимся уже чуть меньше года, нас отделяет от проведения чемпионата мира по футболу в нашем городе. Самара готовится, активно готовится. И я думаю, мы проведем его достойно. В перерывах между матчами и турнирами специально для болельщиков проходили конкурсы. Каждый получил свой приз. В четвертом туре первенства ФНЛ самарские крылья советов играли вторую домашнюю игру подряд. На этот раз в гости к Волжанам приехала Томь, которая вместе с самарцами в прошлом сезоне выступала в РФПЛ. Крылья, как и в матче с авангардом, с первых минут начали оказывать давление на ворота гостей. Только быстрый гол забить не удалось. На высоте был молодой голкипер Томичей Александр Мелехов. Я считаю, что ребята справились с задачей. И, конечно, молодец наш воротарь, мальчик молодой совсем, отстоял сегодня на пятерку. Счет был открыт на 29-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот крыльев головой отправил Антепульич 0-1. Таким образом, рекордная для ФНЛ сухая серия голкипера самарцев Евгения Конюхова оборвалась на отметке в 1448 минут. И хотя крылья имели в дальнейшем много возможностей забить, счет 0-1 на табло сохранился до конца матча. Главный тренер Андрей Тихонов признался, командой сильно недоволен. Многие на поле присутствуют, а не играют. Потому что некоторым футболистам у нас надо немножечко опуститься на землю и уже начать в футбол играть, а не ходить пешком по полю. В первом тайме даже при ужасной игре, хорошей я ее не могу назвать, вообще близко даже, в первом тайме мы имели хороших несколько моментов. Поражение отбросило команду на восьмое место, но от первого крылья отделяет всего-то одна победа. Лидерство в лиге пока удерживают Калининградская Балтика и Астраханский Волгарь. Следующий матч самарцы проведут в воскресенье 30 июля. Клубу предстоит нелегкий выезд в Подмосковье к местным химкам. Начало встречи в 17 часов по самарскому времени. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...